Братва, ну что, всем огромный привет! Это новый дневник фаната и наша новая рубрика Красно-белые регионы. Что такое красно-белые регионы? Это наша братва, которая болеет за Спартак, гоняет за Спартак, но живет в разных городах нашей необъятной родины, России. Поэтому сегодня мы находимся в Сочи, конечно же, начало сезона летнего, и мы не могли пройти мимо братвы, потому что мы были буквально в Краснодаре, в том выпуске, который вы могли видеть в нашем канале. Сейчас мы в Сочи, поехали в Сочи снимать с братвой под названием Парня с курорта. Ну что, садимся поудобнее, мы начинаем новый формат, надеемся на вашу топовую поддержку в комментариях, лайки, кнопочки красные, кнопочки на серый, все вы это прекрасно понимаете. Пальмы, фишт, горы, море. Ну что, дневник фаната, мы начинаем. Что, Артур, поскольку мы приехали в Сочи снимать новый формат, как я уже сказал, парни с курорта, символичное название тому месту, где вы живете и обитаете, поговорим про ваш коллектив. С первого вопроса начнем. Как давно вы образовались, и как так получилось, что вы нашлись и решили определять свой кусок? Был у нас в городе пара парней, они очень болели и горели фанатизмом, собственно. В начале марта 2018 года они, собственно, встретились, переговорили между собой, решили, что надо бы в Сочи подвигаться. Начали потихонечку активничать, и у нас была игра двойки на стадионе Слава Матревеле. Они подготовили первый, достаточно большой текстовик, там метр, наверное, 50 он был. Только смело покорять, смотря, текстов. Ну и, собственно, так и начали дальше общаться, вместе двигаться. Вот так, в принципе, грубо говоря, с этой вот первой такой более-менее значимой акцией зародился коллектив группы. За нашими спинами этот кусок, который вы перебили, что здесь было? Да, здесь полцайт засити, динамики разместить свой кусок, как-то новое. Нам не понравилось, что он здесь есть, мы решили это исправить, собственно, поэтому я с ДСВ. По городу часто ли вы тут сталкиваетесь с перебивами кусков, там, со всей этой истории? Здесь, честно сказать, кони активничают достаточно хорошо, но они в основном в центральном сочи двигаются. Вот, так, в принципе, да. Часто перебивают, частенько, да, мы как бы над этим работаем. Сейчас появился со стороны бомжей, там, ну, один небезызвестный молодой человек, вот, собственно, он там тоже очень много рисует, уставляет, конечно, хлопот, но мы оперативно стараемся контролировать этот процесс и возвращать городу нормальные цвета. Тут же, ну, все, Спартак, Спартак, да? Ну, естественно, Спартак болеют миллионы по всей России, да и не только. Здесь футбольный клуб Сочи. Новый стадион, хоккейный клуб Сочи, в общем, у них есть фанаты, да, они в большом количестве. Вы их вообще замечаете или даже нет как-то после того, как они интересно? Ну, вообще-вообще нет. У нас с ними пересечений никаких нет. Мы знаем, что они, как бы, очень активно общаются. С конями в одно время общались, очень активно, естественно, по спонсорской истории они, естественно, общаются с фанатами «Зенита», да, естественно. Вот. У них там пересечения какие-то присутствуют. У нас с ними никогда никаких разногласий не было, никаких пересечений не было. Собственно, они нас нигде не пытались никак задеть, не ущемить, не перебить. Мы с ними не встречаемся, не пересекаемся, да, у них там своя движуха у нас своя, они не очень активны в городе, поэтому с ними тихо. Ну и хорошо, одной проблемы меньше, как говорили. Согласен. Ну, понятно, что от Сочи до Москвы довольно такое, ну, большое расстояние, да, относительно, вот, если мы берем, ну, мы не говорим о ближайших наших регионах, да, к пацанах, то есть мы говорим о вас. Как часто вам удается выбираться, как часто вам удавалось выбираться в Москву на матче основного состава? Ну, в Москву, на самом деле, мы бываем нечасто, все-таки, как сказать, стараемся больше по выездам, именно. Ну, домашние такие знаковые, Адерби, естественно, гоняем на какие-то еврокубковые встречи. В Москву в Краснодар всегда обязательно посещение, да, всегда обязательно, их никогда не пропускаем, ну, так стараемся, да. В принципе, почти во всех, наверное, городах мы под этим строим. Я знаю, у вас, ну, хороший союз, в принципе, вы все, так называемые, ультра, да, наши, у вас есть союз с пацанами. Как союзы у вас начинались, то есть вы же, ну, по сути, там начинали как-то сами двигаться? Тут хочется выразить огромную благодарность парням из Hand of the Painters питерским, вот, история какая. Мы с ними как-то, вообще, абсолютно случайно встретились, выезд был в Краснодар, вот, и парням официально, мы с ними как-то там имели некий коннект, че говоря, мы едем в Краснодар и планируем залудить на море. Ну, и все, и местом встречи решено было выбрать Пуапсе, город мечты, на самом деле, всем рекомендую добывать. Ну, вот, собрались, встретились там, было очень много, очень много пива, очень много веселья, прям, ну, дико оторвались, на самом деле. У всех первых ваших готовств, по сути, было. У всех прям в сердцах этот выезд, вообще, там, ну, ребята расскажут, я думаю, было очень круто. Все, с тех пор, как бы, мы начали познакомиться, узнавать ребят, позже познакомились с Угрегейт, соответственно, потом стали какие-то совместные акции, да, там, российские делать по регионам. На выездах, естественно, стали встречаться, что-то вместе красить, дальше двигаться, ну, так вот это все и случилось. Да, брат, ну, как тебе выпуск? Смотришь еще? Ну, сейчас, конечно, сейчас о них я и расскажу. Давай, перезвони. Ну, что, братья, как вы же могли понять, что наш новый топовый формат не мог пройти без наших друзей из букмекерской компании TNCB? Почему мы двигаемся с ними уже на протяжении трех лет? Потому что для тех, кто играет и, собственно, выигрывает, тот получает с бонусного счета дополнительные бабки, реальные бабки на свой счет. Но вот для тех, кто оказался в минусе по итогам месяца, а такое бывает у нас, есть самый кэшбэк. Это кэшбэк реальными деньгами, которые вы можете либо себе на карточку увезти, либо изыграть их дальше. Короче, использовать так, как вы сами захотите. Поэтому, Теннис, огромное вам спасибо. Новый формат перед вашими глазами. И мы продолжаем. Вопрос. Не расслабляет ли Сочи весь этот климат, солнце, горы, девчонки? Да, вот, пальмы. Не расслабляет ли, собственно, этот город, так скажем, не делать ничего? Не рисовать граффити? Какое-то мизить на стадионе? Ну, живее кайфу, по большому счету. Расслабляет, на самом деле, касаемо выездов, очень большой кайф, когда ты возвращаешься домой. Я думаю, для каждого после выезда, когда он очень удался, когда была прям жаришка, ну, как мы любим. Как, например, вчера в Краснодаре. Как вчера в Краснодаре было, да. Я думаю, ну, все любят возвращаться домой, и все после этого кайфуют. А когда ты возвращаешься в эту красоту, горы, море, все рядом, все здорово. Ну, это вдвойне кайфове. Вот, а в плане каких-то активностей, ну, мы себе просто не можем этого позволить, когда приезжают оппоненты и красят город в свои цвета, да, там, еще какую-то активность проявляют, там, заклеивают все. Ну, как мы можем это оставить без внимания? Ну, вы, в общем, ответственны за стены, которые есть? Сейчас в последнее время достаточно проблематично с этим, когда не можем собраться, выехать, куда-то что-то сделать. Работы, я говорю, очень много. Вот, у нас был год, когда мы, в году сколько, 56 недель, мы занят, в общей сложности сделали 52 куска за год. Вот, был такой, да, мы сидели, считали, по календарному году, ну, там, какие-то они, там, два, три. 52 куска в год, раз, неделю тогда. Ну, примерно, получается, что мы высокая идея, да, если поделить на неделю. Было такое. Круто. Ну, что, бро, переместимся дальше, допьем пивко и продолжим. Так далее. Как-то сами на вас вышли, к вам пришли, там, вы с ними общались, да, там, взяли свой коллектив, там, на выезда с ним поездят, да. Понятно, помимо своих, так скажем, своего окружения, да, были еще люди, так скажем, со стороны, которым просто интересно. Сейчас вы какой-то, там, набор, может быть, ведете, или как, как вот у вас новые участники коллектива вообще появляются в вашей конторе? Просто можем сделать обращение? Ну, мы всегда рады видеть, да, в наших кругах единомышленников. Нам всегда приятно, когда люди поддерживают идею, хотят двигаться, хотят поддерживать «Спартак» во всех ипостасях, так сказать. Вот. Вот. Но сейчас, как сказать, мы достаточно плотно почистили наши ряды, все-таки стремимся к качеству. Даже с таким, да, вопросом столкнулись? Да, 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 столкнулись. На момент, когда мы собрались, первый год нас было, там, чуть больше тридцати. Вот. Сейчас, конечно, поменьше. Вот. Были, как бы, сомнения, да, там, некоторые разногласия, с некоторыми попрощались, с некоторыми, собственно, сами ушли. Ну, благо, коллектив остался дружный, хороший, не скажу, что нас мало, много тоже не скажу, зато все ребята качественные и знают свое дело. Поэтому проблем нет. Артур, подождаю тему вообще Сочи, да, и Сочи это, с чем ассоциируется Сочи? Отдых? Отдых. Кайф. Ну, да, все. Не будем говорить, что, блядь, есть там отели, куда можно заселиться, сплатить там миллион, там, тысяч долларов, да, там типа и кайфануть. Есть такие отельные. Да. В принципе, большинство. Но есть и топовые места, например, как сегодня ты нас, там, вы нам помогли с гостевым домом, довольно приличное место, откуда ты можешь выйти, там пляж, там пляж. Вот давайте, там, пять мест, возможно, если вспомнишь, если нет, то три места, куда ты можешь, во-первых, где остановиться, в какой части, в Новом Сочи так называемый, это где фишт, либо, как бы, в Адлер, да, это старый, да, там, старый город. На мой взгляд, все-таки, наверное, более удобный и более такой прям курортной частью города является Адлер, потому что он такой прям максимально располагает к отдыху. Все-таки центральный Сочи, это такая бизнес-история, там, то есть он такой же прям город-город, и там, конечно, есть достопримечательства, там кайфово, но такое, не совсем про отдых. Туда стоит обязательно съездить, естественно, посмотреть парк Ривиру, Дендрарий, там, прочие достопримечательства, морской порт, естественно, потрясающий. Вот, но останавливаться лучше в Адлере, потому что Красная Поляна, естественно, которая обязательна к посещению для всех, сто процентов. Это горы. Горы, да, горы, Краснополянский горный кластер, это потрясающее место, на квартире Розы Хутор, например, я очень люблю сам отдыхать, там потрясающие виды, там сумасшедший парк водопадов Менделиха, да, на южном склоне, ну, там, там много классных вещей, на самом деле, тут надо просто чуть-чуть гуглить, чуть-чуть интересоваться. В общем, Сочи это не отельный вариант. В Сочи это не отельный вариант, абсолютно, да, я даже посоветовал бы не пользоваться экскурсиями, которые есть вот в этих экскурсионных киосках, которые предлагают на улицах, потому что, ну, понятное дело, привозят вас туда, где шаговая доступность, где вы можете просто выйти, посмотреть что-то, сесть и уехать. Вот это совсем не милых, конечно, подойдет, но, честно вам скажу, самые красивые вещи, самые красивые места, они всегда чуть-чуть спрятаны, чуть-чуть, да, от глаз людских, и там надо немножко постараться, чтобы до них добраться. Ну что, братья, выпуск подходит к концу, а первый наш выпуск пилотный, как его назовем. Спасибо парням с курорта, спасибо, как приятно, Артуру за экскурсию по городу, по-самому, в Сочи. Артуру за экскурсию по-другому. Если вам понравился такой формат стабилы региона, просто можете в комментариях плюсик поставить, либо там лайк много от вас не просим. Артуру, рады, что приехали. Желаю вашему коллективу развития, удачи, держитесь очень простабилом. Ну, брата, а с вас, конечно же, уже оценичное мнение в комментариях, надеюсь, никого будет не в фабле поставить, а пока плюсик, ладно. Всем в протакт, Москва. Зачем же солнце, монахо, скажи, вот, скажи мне, у нас антропейс, а готовься, что есть зеркал, марта, Москва, Москва, давай вместе будет, давай вместе будет.